Ну так получилось, что чуть-чуть потеряли время, с чего я хотел начать. Дело в том, что с удовольствием по железу в WhatsApp, это очень небольшой коллектив, причем я удивился, знаете чему, возник такой жаркий спор, белить деревья, потому что так принято, потому что иначе их сожгет, пусть не везде, но в отдельных регионах, в отдельных жарких, и все равно сожгет солнце. Вот другие осторожные люди, это второе, как бы сказать, компромисс. Ну вот есть, где железов прав, не надо белить, а вот есть районы, то другие, где все-таки надо белить, то есть они как бы придерживаются золотой середины. Ответьте, это мои честные сторонники. Я же сказал, не белить, значит не белить. Кстати, очень удобно. Согласны? Не белить и все. Вот. Теперь слушайте дальше меня. Меня обиделся на своих учеников, там их среди них много, этих учеников, так, очень много, но полемики, белить не белить, они забыли об одном. Ну, все, больше никто не белит, это я покупал известь, разводил в ведре, вот, такой консистенции, чтобы она была и не густая, я боялся густой замазывать. Ну, как же, не такая, как сметана, это была почти 40 лет назад, не такая густая, как сметана была, а все-таки, чтобы дерево было белее, то есть все-таки спасало от ожогов, которые, на мой взгляд, не на мой взгляд, просто меня так научили. Уже даже густую в виде сметаны, я уже боялся делать, мне показалось, что дерево под ним просто будет болеть, не дышать, зимой оно будет мерзнуть, ну, согласитесь, солнечные лучи не будут. То есть то, от чего спасают дерево, я наоборот этого боялся, что дерево остается без этого, без солнечного тепла, белый свет отражает, это я в школе проходил. Видите как? И вот случилась страшная беда, которую полемисты, мои же ученики, ни один не заметил и не вспомнил добром железом. Я против, друзья, я против покраски, покраски, эти люди непорядочные, неграмотные, у которых на уме только деньги, которым скажешь, что если человеку скажешь, вот тысячу рублей, ты вот программировал, акриловую краску, тысячу человек покрасит деревья, и все тысячи умрёт, и вы думаете, его это остановит продавать? Ему нужно купить за тысячу банок, деньги получить с вас, и плевать ему, что, тем более, что он, может, и сам этого не знает, но у него появился шанс, раз деревья белого цвета, какая разница, это побелка или покраска? Вот так вот мы дошли до того, и вся моя команда, все мои ученики, и кто за, и кто против, и кто компресс, даже не вспомнил пора, то, что сейчас уже не белят, и железо долбит всех, чтобы, не надо красить, 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 не покупайте вы краски, не красите вы деревья, это страшно, это смертельно, вот видите, вот только ради этого стоило вебинар провести, потому что, пусть я там высказался, но кто-то несколько десятков у меня просушил, а сейчас станет больше. Так, ну что, будем здороваться. Ох, где наш ребрик, наверное, уже его не будет никогда. А так он что знает, и меня... Ой, простите меня, ради бога, единственный генерал среди нас, вот, единственный генерал, главный редактор журнала, это высшее участие, это, я еще раз говорю, это генеральская должность, не она садоводом, это генеральская должность. Пока мы вырастили, Елена Александровна Савини, все-таки вырастили, да, это кандидата наук, вот. Вот, Александр Алексеевич, простите, я сейчас засомневался, а вы оказывается на месте, вы с нами. Так, поехали здороваться. Данила, привет, Ромалдинов, здоровье, Олег, добрый день, Юрий, брат, привет. Так, Антон Колесников, привет. Галина, добрый вечер. Антон, я надеюсь, что ваш друг ест, ест, ест эти же косточки. Пока у него проблемы огромные, у вашего друга огромные планы, и еще, к сожалению, тяжело со здоровьем. Вот, я надеюсь, он ест мои косточки. Пока еще не те, кто, их мало, их меньше десятка, но кто мои косточки употребляет в пищу, мякоть эту, середку, не один еще, все живы. Всем добра времени, добрый вечер, Галина, Ольга, доброго дня, Лобасов, добрый вечер, Иза, добрый вечер, Исфоревской области, так, с Афроном я уже поздоровался, он спас нашу передачу, сегодняшнюю, Колесников. Так, все слышно, все видно. Так, Вологодская Наталья Дьякова, добрый вечер. Я всегда, когда кто-то с Вологодской области говорю, ну что, как вы загубили Вологодский абрикос, а? Ведь уже, казалось бы, в Европе им делать нечего. Нет, вывели сорт Вологодский абрикос. Наверное, он был, я догадываюсь, но это, это середнячок, но он пошел по садам, пошел, пошел, и все было хорошо, питомники его производили, все нормально. И вдруг, бах, нету. А, Наталья? Сказать, почему нету? Вырастить мало. Его еще надо умудриться не трогать, не мешать расти. Ой, загубили-кате, вообще, поищите там у себя в окрестностях, вот, у кого есть Вологодский абрикос, не найдете. Так, Светлана жалуется, что, ну, я надеюсь, Светлана, вы с нами? Вот, идем дальше. Данила, добрый вечер, свинин, привет, Сафин, браво. Так, Инна, Дуб, Татарстан, всем добрый вечер. с привала весной первый раз черенками заказанными у вас. Получилось только яблони две тренировалось и на рябине черенки и груши, яблони не прижились на рябине, а они не должны были прижиться. Ой, вы знаете, это только у самых этих самых опытных приживается, только у самых опытных приживается на рябине яблони и груши. Поэтому это нормально. Так что вам придется добывать где хотите или выписывать или начинать с семечек, но яблони и груши должны быть, а не рябина. Годы потеряйте, никогда сада не будет. Так, попробовать. Но рябина так кус портит, что довести до по отношению, а потом долго плеваться, потом взять топор, как я делал. Так. А дальше уже интереснее, это уже для меня. ветки поменяли цвет. Здорово. Итак, вы оказывается волшебница. Инна, почему? У вас погибли червяки, яблони, груши, а на самом деле то, что я называю инфицирование. Когда меняется привой под воздействием подвое, это называется вегетативный гибрид, это называют ментор, это называют насыщение менторов. А вот когда подвой меняется, для них это уже как бы почти не запретная тема, или не интересная тема. диковятка наездика. Че с ней? Нет. Вот. Я считаю, что подвой может меняться так сильно, что и привать следующее поколение не надо. Так. Злотопитомник обман. А, вы что, не знали, что ли? Я никогда в последние годы я перестал называть по имени все эти питомники. Вот. Просто, я говорю, перестал. Я учу вас по-другому. Мне жалко персонал, останутся без денег. Им придется опять идти, становиться учеткой безработной, потому что пользы от этих питомников никакого нет. Но я ничего, это вы назвали название, не я. Извините, Ирина, это ваша работа. Так вот, я просто учу, как их легко выводить на это. На чисто хотите, если они обманщики, если вы уже выбросили деньги, если они у вас деньги отняли, а взамен обманули, ну, будьте добры, но там же всегда телефон, и у вас есть телефон. Включите громкий звук и запишите, вы сейчас каждый этот, вы можете из вас это сделать, любой человек, от пятилетнего ребенка, больше нас уже умеет, пятилетний. Запишите. Можете начать с того, что вы меня обманули. Что будем делать? Послушайте их реакцию. Потом все-таки задать главный вопрос, где ваш маточный сад? Где? Где фотографии? Где фильмы, снятые маточным в саду? Где вашими руками выращенное все, что на картинках? Это касается не только злотпитом, это касается всех питомников. Если 199 вас обманут, нельзя же так дальше. Давайте сами. А потом ко мне пишите, я высылаю запись нашего разговора. Ну, хоть бы один. Александр на степную вишню прививает на черешню, что привит на черешню. Мой опыт закончился на первой же степной вишне. Вот. Есть такие люди, которым достаточно бывает от того, чтобы какие-то выводы делать. Я привел на степную черешню, пожила два года, даже не до плодоносила, умерла. На степная вишня укропнились плоды, которые меня устраивали, после этого 30 лет, прежде чем она умерла окончательно. 30 лет она прожила, у нее есть фотографии, прекрасные фотографии, на которых 5-6 мощный куст, вот, тут же рядом мои девушки, которые собирают эту вишню, чтобы доказать, что это мое, что я всегда стараюсь побольше привлечь таких вот симпатичных девушек, ради того, чтобы и в наглядной фотографии выглядели, и чтобы у вас слюни текли, не из-за девушек, а из-за крупной отборной вишни. Я, это был один из первых опытов, когда я увеличил подвойную вишню, в данном случае степную, благодаря тому, что на ней два года пожила ветка черешни. Вот, то, что Инна, вот это тоже такой пример подходящий, и получается, как-то теперь надо просто ответить, приват ли черешня, если приват черешня, то у самой-самой земли долго жить не будет, обгонит степную вишни, это куст, а черешня мощное дерево, оно может дойти до плодоношения, дать несколько вырожая, потом все равно умрет, сильно перерастает, что приват на терн, терн, для нас это всего лишь дикая слива, поэтому приват на него сливу, приват на него алычу, приват на нее значит еще и можно прививать персик и можно прививать абрикос с большой-большой натяжкой, так, перехватиться, чтобы где-то абрикос пожил, пока вы его не найдете, вы постоянно жили, прописку, так, идем дальше, сосна растет везде, на песке тоже может расти просто, интересно пишет про сосну, наблюдательные любящие природу люди заметили, что яблоня посаженные с юго-востока от сосны, протянула к сосне свои ветки, более того, приложила, положила их на ветки сосны, их ветки перепели, сосна как бы накрыла свои ветками ветки яблон, такая вот любовь, да, это притом яблоня не болеет, и самое большое урожа яблок на ветках кроме сосны, вы когда-нибудь видели, растущая рядом сосну и березу, сосна со стороны березы голая, сосна со стороны березы голая, береза ее как будто обжигает, как кошка собака, а вот сосна с яблоней другого любят, как песни про рябину, ну что просто намотаем на уши, случился случай, когда сосна не только не задавила яблоню, но и с ней сожительствовала, вот, то есть наперед, на будущее, все, кто это прочтет, кто усвоит это, то это не значит, что надо будет теперь в воде сосны садить яблоню, или садить сосну специально среди яблоней, чтобы они сдружились, нет, вот, раз уж так сложилось, знаете, у многих имеют такие огромные деревья уже посреди сада, который то ли был заплощенным в виде, то ли так давали, у нас давали, знаете как, у нас такой малиновый звон, есть, есть такой дачный массив малиновый звон, вот, а людям надо было давать землю, а землю тут же рядом степь встать, это хорошо, что ей дали все-таки в тайге, но как, представься, тайга с огромными соснами, ой, страшно, да и страшно, и вдруг, вот, говорят, вот тебе твои сосуды, вот, и люди взяли бензопилы и выпиливали огромные деревья, вот, и некоторые оставили сосны, или не справились с ними, или сказали, да черт с ними, я сюда буду больше отдыхать, под грядки место отвел, под морковку, свеклу, картошку, вот, а пусть себе растут сосны, и не стали их трогать, а рядом все равно садят те же яблони, груши, где-то, возможно, даже как у Александра, где-то оно и сосуществует, а может даже сожительствует, вот, я же заранее не сказал, что это исключено, но если у вас на участке нет сосен, то уже и не садите, вот такой мой вывод всем, вот, так, теперь заканчиваем, да, а нет, уже все, вы знаете, на сегодня будем считать, что мы разговор закончили, я даже успел ставить свои слова про покраску деревьев, вот, ну и что-то еще добавилось, Александр пишет, зарубежному клиенту можно напомнить про большие логистические трудности в современной реальности и трансакционные одежки, знаете, кто хочет вот это, едет, у нас, у нас, как гордятся наши эти, соответствующие органы, вот к нам, это, мы открыты, к нам со всего мира едут, кто на велосипеде от Москвы до этого, до находки проедет, кто на мотоцикле, вот, кто на снегоходе, вот видите, мы всем открыты, тур возьмет, приедет, вы тебя и рады будут, даже если оставит у меня несколько тысяч долларов, не знаю я, так, что мне ему ответить, ну и, конечно, саженство от меня не увезет, это уж точно, тут уж граница на замке, вот и думает, у меня бы, это, самое, Сибири, а, значит, тут все просто, без закона, а, сейчас, все, друзья мои, мы с вами закончим разговор, значит, когда я говорил, купите 100 костей, купите 1000 костей, вот, никто не хочет, практически, никто, кроме 2, 3, 5, начать сам, не дожидаясь, когда тебе, выведут новые сорта, для вашей местности, вот, еще раз, наука выводит новые сорта, тут же их калечит, а потом, все это переходит, в разряд этих самых, питомники, питомники, их еще калечит, штамбы делают, специально, за злобой, отрезают все лишнее, а потом продают, все это, доверная смерть, причем, большинство давно, махнули на это, и просто, становятся перекупщиками, как вы можете, по 1000, по полторы продавать, если тут же рядом, продают, по 200, по 300, сажают, по 200, по 300, это, значит, туда не вложили, ни копейки, питомник, за такие деньги, вот, все эти, продадут вам, по 200, 300, выбрасывайте сразу, вот, купили, ну, надо же людей поддержать, материально, куплю я вас 10 штук, а там вам 2-3 тысячи, вот, на существование, а когда придут ко мне, я сразу в эту печку, все-таки, хоть пару этих, как это называется, хотя бы пару калорий, чтобы было поздно, меньше дробь покупать, вот такие дела, а я надеялся, очередь, что в каждом регионе, будет свой железо, свой латинок, свой боднер, насадят, а потом будут думать, куда же это все девать, насадить некому, вот, насадить пока некому, ну, на это, да, с каталоги справлен, он есть на моем сайте, вот он мой сайт, вот он мой сайт, вот, пожалуйста, каталог семян, железом это Сибирь, вот, это брат умеет, такие вещи делать, да, о, что я предложу американцу, вместо учебы, диски в электронном виде, эти уже границ не знают, скопирую, скажу, стоит они недорого, 300 рублей за диск, это бесплатно, 20 дисков, 6 тысяч, вот, как вы мне деньги будете пересылать, это ваша головная боль, вот, уважаемый американец, так, дойдут как-то до меня, не знаю как, вот, мои данные, обычные, а я вам потом эти диски просто возьму и вышлю, потому что раз вы смогли мне по электронной почте наладить переписку, вот я на эту электронную почту вам эти, 20 ссылок сошелся, а потом поделю эти деньги, 6 тысяч на двоих, себе и брату, вот, размечтался, все, друзья, жду от вас заказы, каталог семян готов, зимний вариант готов, потому что полностью закончен сбор семян, все, благодаря жаре, на две недели, на три недели, все есть, благодарю за внимание, до свидания, до свидания, субтитры сделал DimaTorzok